Когда это произошло на второй день, я даже не могла поднять себя с постели. Было такое ощущение, что вся грудная клетка горит, и этот огонь достает до неба. Ну, такая вот боль необъяснимая. То есть, чтобы не получилось, что это какая-то такая личная исповедь о моем муже, хочу сказать некоторые факты, которые, может быть, кто-то об этом не думает, но я являюсь свидетельницей вот этих событий. Хочу сказать Молдове, которая говорит, что в основе лежит семья, в основе государства. Забрав шестерых, вы оставили 12 человек без отцов, то есть сиротами. То есть в два раза больше. Человек, в принципе, через трудности себя познает больше, потому что, когда у него всё спокойно, ему кажется, что так и должно, и нет вот этого глубокого ощущения мира. Турчанки очень любят заниматься выпечкой, а я от того, что я работала по жизни, они дома сидят, они любят копаться. Я всегда говорю, так, а ну скажите мне рецепт. Если он делается быстро, я тут же его это вот. А если долго, я говорю, не-не-не-не, спасибо, вы делаете турецкие блюда, я буду делать то, что я умею. Ну, у меня кухня такая, половина на половину. То есть я всегда варила своим старшим детям молдавские блюда, а мужу варила турецкие. Ну, это папа говорил. Нам папа говорил, пока гости не сядут за стол, мы не имеем права кушать. Это папа говорил. Я работала в университете, потому что, вы знаете, что учебный год в Турции начинается в октябре. В октябре приехали студенты. Это были первые студенты, которые вообще после распада Советского Союза, это был 1993 год. Они приехали, одну группу дали нашему декану, а другую группу так вот решили дать мне. Их было сначала 8 человек, потом еще подъехали еще двое. То есть всего у меня было в группе 10 студентов-иностранцев. И Феридун выбрал как экономический факультет. Когда еще учился Феридун, он работал воспитателем, потом он стал директором общежития. А когда уже закончил, его назначили финансовым директором лицея. Когда произношу эту фигчи, на рифму просится, конечно же, мечи. Но нет антонимов, понятий или знаков, противомысленней, чем эти два, однако. И я скажу, как бывший зэк и урка, порядочнее нет в Европе турка, работливей, моральней и умней, и автора прекраснейших детей. Я провожу экскурсию, да? Да, ты проводишь экскурсию. Ура! Да-да-да. Торо. 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 Я хочу сказать, что Феридун такой человек, что у него не было. Это наша культура, это ваша культура. То есть разделения никогда не было. Он, будучи здесь очень давно, понимал нравы людей. Он всегда наблюдал, как бы осознавал. И очень, наверное, у него это получалось, потому что он знал простую истину, что со своими законами в чужой дворец не входит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому